Национальный исторический музей Беларуси презентовал летопись отечественной валюты. Наряду со старинными монетами-купюрами здесь выставили и денежные знаки нового образца, которые войдут в оборот уже завтра. История о том, чем расплачивались беларусы на протяжении двух тысяч лет, уникальна. Инна Пелевич о мягком золоте, талерах, дукатах и рублях. Расплатиться за покупку шкуркой, а на сдачу отримать киптюры депысы. Першая мясцовая валюта зусим не шелестела, но отворот была мягкой на вобмацак. У так званой безмонетной пиры эту якость и грошей наши прудки выкористовывали в овершинах утра. А прочь мягкого золота у товарных относинах были задейничаны буйная рогатая живела и навод раковины кауры. Первая валюта была в основном это украшения женские, это кусочки стекла, кусочки янтаря, это были шкурки животных. Вы увидите на нашей выставке и беличьи шкурки, 5 белочек, 3 белочки, 10 белочек, связанные одним шнурком, будь то кожаный, будь то какой-то льняной. И таким вот образом оплатили за тот или иной товар. Першие монеты пришли из Римской империи, а после динары были талеры, дирхамы, пенедедукаты. Национальный исторический музей выставляют усе грошовые одинки, які ходили на наших землях на протягу омаль 2000 годов. Специально для новой экспозиции выставочную залу перефарбовали у самый валютный колер, темно-зеленый. Все витрины абсолютно защищены новейшими системами защиты, сигнализации, технологий, очень дорогое удовольствие. Но мы выполнили все требования милиции и после этого проекта мы в состоянии принимать любую дорогую выставку-экспозицию с любого музея мира. До заявления банка у белорусы ховали сбережению в ительках, горшках, устках и наводпанчохах. Накоплений закапывали у землю. Национальный исторический музей володая найбуйнейшей в Украине коллекцией скарбов, аж но 117. Самый старожитный датаванный первым другим стагодцем нашей эры. Скарб грекорымских монет знайдены в Брестской области в 93-м, как что у нас тек национального, так и сусветного масштабу. До речи расплачиваться по первым и почали только в часы речи посполитой, але до купюр белорусы относились с недовером. Люди начали подраблять гроши аккурат в момент их заявления. В свой час большого монетчика не пожала на высшующее миропокарание – смерть. Сегодня наведывальникам вернисажу пропонуют проверить соправдность купюр. Кожный жадачий может скоростать вот этот детектор-банкнот в правом сенте просвятить все, что в кошельку. У богатой экспозиции 7 тысяч предметов. А про монеты купюр представлены документы, которые рассказывают про грошовые реформы. Выставлены и прототипы сучасных калькуляторов – арифмометры. Хотя больше не обходный аксессуар для белоруса у зараз монетница. У пятницы у Амальпрос 20 ходовый ворот вертается металл. Инна Пелевич, Александр Шостакович, агентство Телиновин.